И следующий Александр Аникин. Давай. Привет. Привет. Меня зовут Александр Аникин. Я основатель компании KINEN. Мы делаем компанию, которая фактически является технологической платформой, позволяющей идентифицировать людей, когда они приходят в магазин и связывать их оффлайн-профиль с онлайн-профилами. Плюс это приводит к тому, что мы фактически являемся возможностью технологической для создания Google Analytics для оффлайн-экосистемы. Проблема в том, если вы вспомните, когда вы входите в магазин, магазин не знает, что вы там. Есть масса технических возможностей узнать, что вы пришли в магазин, но все они имеют погрешность. Мы не имеем. Мы достоверно знаем, что все это пришло. И сейчас, если посмотреть на тренды, то один из самых важных трендов это интеграция больших баз данных. Первое. Второе – соединение оффлайн и оффлайн. Собственно говоря, мы работаем с компаниями, которые имеют понятие идентификатора клиента, ну или сервис системы, например, с номера строчек, и объединяем эти идентификаторы. При этом мы не работаем с персональными данными, любыми данными о клиентах, а защищаем их от тех компаний, которые пытаются подкатить. Собственно говоря, от конкуренции мы защищаемся в очень существенной степени, как бы это криво не звучало, простите. Мы пришли сделать революцию в BTL, чего не было уже 30 лет. Мы фокусируемся на том, чтобы рекламное взаимодействие превратить в персональное взаимодействие. И мы умеем это делать даже в баннерах. Второе – мы можем работать с любым из наших конкурентов, которых таковыми называют, потому что нам есть, что принести каждый из этих компаний. Мы такой файл переименовали год назад в партнеров. Мы защищаем клиентские данные. Это один фокус от компании. Но получаем проблема в том, что нам требуется определенное время для прометки базы. Первый клиент у перекрестки. Я думаю, что треть активных клиентов мы прометим за три месяца. Невысокий срок, но он есть. Собственно говоря, бизнес-модель очень простая. У нас есть два ключевых продукта. У одного CPM-модель доступ к нашему серверу за оповещением о факте появления человека на пороге. Либо обновление идентификатора для онлайн-партнеров. И подписка на сами отчеты, которые могут показать, что происходило в их. Мы не используем ничего удивительного, ничего уникального не написали. Уникальное то, как мы комбинируем технологии. Это сложено в пять патентов, четыре из которых имеют международные номера. Ни один из наших конкурентов, мировых даже мультимиллионных, не имеет СДК для мобильных приложений. Все способы идентификации там мы сложили в патенты. Собственно говоря, мы уже привлекли 430 тысяч. Их потратили на создание юридической структуры, на юридическую обвязку, на привлечение первых клиентов, на создание боевого продукта и на привлечение найм-команды. Я думаю, что в сентябре мы получим первые деньги, наш первый клиент «Перекресток». Где-то к концу ноября будет оборудован весь московский регион «Перекрестка». Пилоты в компаниях подобного уровня, в пяти или в шести, сейчас идут в трех завершенных. В средстве клиентов больше сотни лидов, из них шесть за пределами России. Планируем мы с клиента зарабатывать ежегодно примерно 100 тысяч долларов в России, за пределами России побольше. Сейчас мы ищем примерно 300 тысяч долларов для того, чтобы дожить до раунда А. На раунда мы ищем 2 миллиона долларов. 2 миллиона долларов – это те деньги, которые мы потратим на масштабирование. Две трети из них в России не придут, это будут затраты туда. Здесь команда, здесь треть денег и поддержание роста здесь. Вот, это я рассказал. Вот это ключевые ребята в команде, всего у нас один человек штатных. И большая команда людей, которые растят команду. У нас за плечами Альфа-банк, Мегафон, Accenture, Минкомсвязи, Яндекс и другие. Если интересно общаться, то здесь хорошо просто. Ну что, отличный стартап. Мне кажется, достоин внимания каждого из нас. Спасибо тебе большое. Дэнни, разумеет, тебя помечает. Каждый проект плюсы и минусы. И по завершении нашего мероприятия, во-первых, у нас будет битва за стартап, когда вот эти джентльмены будут биться рублем. Спасибо, что вы приехали, коллеги. Мы вас на самом деле уже показали. И вас, Олег, Апит.